Проселочная дорога до Камбарки, на плавной мост через Буй и переправа непосредственно через Каму. Сейчас это самый короткий маршрут до столицы соседней Удмуртии. Благо паромы ходят ежедневно и круглосуточно. На отсутствие клиентов здесь не жалуются. Периодичность каждые полчаса почти каждого парома. Машин проходит около 500. Это каждые сутки двумя паромами. С сегодняшнего дня ввели паром для грузовых автомашин, для того, чтобы легковые машины недолго стояли в пробках. Грузоподъемность боржей 300 тонн, длина 40 метров. Это примерно 15 грузовых тягачей залезет. Не мешает работе Камбарской переправы даже начавшейся по соседству строительство моста через Каму. Переправа находится в ведомстве порта Камбарка, а он в свою очередь принимает активное участие в строительстве. Добывается, доставляет ПГС для подъездов. Да и грузового транспорта стало больше, поэтому здесь запустили дополнительный паром. На сегодняшний день на работу переправы как раз никоим образом не влияют. Возможно, даже еще в дополнение к имеющемуся автотранспорту грузовые машины строителей. Мостострой 12 периодически проезжает на ту сторону, правда не на полную загрузку, где-то на 50%. Но, тем не менее, подспорье дополнительное, так сказать, для финансового благополучия предприятия дополнительно существует. Навигацию 14, 15 и 16 годов все будет в силе. Я считаю, что темпы снижать не будем. Что же касается самого строительства, то на обеих сторонах Камы уже возвели первые четыре опоры. 10 июня, когда закончится нерест, начнется работа непосредственно на самой реке. Но мост будет не один, а целых четыре. Поэтому параллельно ведутся работы на соседних речушках Вагонка, Камбарка и Буй. Сейчас в проекте задействовано около 400 человек. Но в дальнейшем с нарастанием объемов количество рабочих будет увеличено до 700. Основной объем работ выполняется в 2014, это почти 60%. На общую сумму около 9 миллиардов планируем выполнить. По планам на 2014 год мост через реку Буй с подходами должен быть готов полностью. По Каме залиты все опоры. По Камбарке, искусственном сооружении и Вагановке должны быть полностью готовы без укрепительных работ. Работа ведется в две смены. Меньше чем за три года строителям нужно успеть не только возвести все мосты, но и проложить дорогу между ними. Если протяженность моста через Каму более одного километра, то вся дорога 15,5 километров. Официальное открытие всей дороги назначено на октябрь 2016 года. Но отдельные мосты будут вводиться в эксплуатацию по мере их готовности. Первым на очереди мост через реку Буй. Работы должны закончиться уже в этом году. Так что скоро автолюбители могут забыть про наплавной мост. Рабочие движения по мосту через Каму планируют запустить в следующем году. Проезд будет платный, но, как обещают, он не превысит сумму платы за паромную переправу и наплавной мост, которую водителям приходится отдавать сейчас. Зато время в пути будет сокращено значительно. Новую дорогу можно будет преодолеть всего за 10 минут. Наталья Бурова, Денис Кузнецов, Ильжат Исламов. Информационная программа «Время новостей». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин